Шаманские бубны, бубен, это ритуальный предмет шаманов сибирских, всех шаманов. Фантастические птицы, мифические животные, загадочные узелки. Все эти рисунки на шаманских бубнах имеют свой особый смысл. Этот зашифрованный код учёным-этнографам ещё предстоит разгадать. Сотрудники музея говорят, для науки сохранение шаманского бубна – большая удача. Артефакты вернулись в длительной консервации. Экспонаты очистили от вековой копоти и провели так называемое ожирование, чтобы сохранить священные предметы на долгие годы. В наш музей он поступил вместе с другими предметами. Это костюм, куртка шамана, бубен и колотушка алтайского шамана по имени и фамилии Манталы Штертаков. Предметы были переданы в 1912 году наместникам алтайской православной миссии и епископам Иннокентиям. Бубен, как и все шаманские атрибуты, это священный предмет. Их изготавливали для служителей культа, такими же, какие были у дедов и прадедов. Таким образом, бубен – это своеобразный исторический памятник, изучение которого может пролить свет на глубокое прошлое народа в Сибири. Для того, чтобы этим бубном больше никто не пользовался, специально надрезали. Считалось, что духи, которые служили умершему шаману, могут беспокоить тех, кто брал в руки эти ритуальные предметы. Шаманский бубен – весьма популярный в наши дни музыкальный инструмент, воспринимаемый многими не только как артефакт, но и просто как интересный атрибут. Все больше людей интересуются шаманскими обрядами, их историей и значением. Появляется информация, позволяющая не только понять смысл мистического действия, но и воспроизвести его сегодня. Мы здесь шаманы работаем именно сегодня, в этом часу, чтобы у всех было благополучие, чтобы всем. Мы шаманы здесь работали, не только одна шамана сюда не пришли, они своими предками, духами, чтобы они помощниками сюда все пришли. Они, чтобы свои предки, которые раньше, у кого есть этот шаманский дед, прадедушка все, и им это, чтобы тоже сюда, чтобы всем народам, чтобы помогали. Впервые выставить коллекцию шаманских бубнов со всей Сибири музей имени Мартьянова планируют не ранее, чем через несколько месяцев. Редкие экспонаты должны адаптироваться к условиям помещений музея. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Новости. Продолжение следует.